356 миллиардов тенге потеряли авиакомпании в период пандемии в 2020 году. Впереди новые убытки и расходы. И не только потому, что карантин продолжается, но еще и по причине новых сумм, которые придется платить аэропортам. Как это скажется на конечном потребителе и станут ли авиабилеты дороже? Узнаем далее в сюжете. Кризис в отрасли во время карантина возник не в один день. Сперва ограничили полеты, затем сократился пассажиропоток. А вот и новый повод для расстройства. Аэропорт Алматы подал заявку в Комитет гражданской авиации на повышение тарифов для авиакомпаний. Речь идет о заправке самолетов топливом. Причина – необходимая модернизация парка топливозаправщиков. К тому же 90 человек в режиме 24 на 7 трудятся, не покладая рук. Это и зарплаты, материальные расходы, убыток за 2020-е насчитали в 67,5 миллионов. Сумму за заправку авиа ГСМ для компаний хотят поднять в два раза. Основными причинами повышения предельной цены являются. Действующий уровень тарифа не покрывает операционные расходы и расходы, направляемые на техническое перевооружение основных средств, задействованных в оказании услуг. Высокий уровень изношенности топливозаправщиков, задействованных в производственном процессе. Авиакомпании недовольны такой перспективой, объективных причин для повышения платы за услуги они не видят. Безусловно, новое повышение тарифов аэропортом создаст дополнительную финансовую нагрузку для авиакомпании и предпосылки для повышения тарифов авиакомпании. В период пандемии аэропорту нет необходимости тратить большие деньги, если объем перевозок еще не вышел на должный высокий уровень. Аэростана не может принять увеличение тарифов по услуге заправка топливом в два раза. Поэтому мы просим отложить вопрос повышения тарифа со стороны Международного аэропорта Алматы на более поздние сроки. Согласно с коллегами, другая авиакомпания считает данный поступок неприемлемым. Любое подражание услуг влечет за собой изменение стоимости перелета, так как сама стоимость перелета складывается из множества факторов. Комитет гражданской авиации, куда мы обратились за комментарием, подтвердил намерения аэропорта Алматы. 4 марта текущего года для обсуждения проекта цены АО «Международный аэропорт Алматы» на данную услугу комитетом проведены публичные слушания с участием заинтересованных лиц. В настоящее время комитетом в соответствии с законодательством ведется работа по рассмотрению материалов, представленных аэропортом города Алматы в обосновании проектируемой цены, по итогам которой будет принято соответствующее решение. Дата принятия решения по данному вопросу – 16 марта текущего года. И если рядовые казахстанцы спросят, при чем тут мы, то вот вам ответ. Уже скоро может пойти речь о повышении стоимости авиабилетов. Потому, как заявили авиакомпании-перевозчики, если какие-то из составляющих стоимости изменятся, то изменится и цена. Самое главное, чтобы, к примеру, одного аэропорта не последовали и другие. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42.